Фактор Лёсу 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 Мне даже вот сейчас об этом сказали вы, и мне вот сразу вспомнилось, у нас сосед такой был, по соседству там жил в Плещеницах, он был сам военный, постоянно по командировкам разъезжал. Где бы он ни был, на Новый год всегда был дома, вместе с семьей. Это вот тоже хорошее, стимул хороший. У меня есть песня, в которой также вот моя семья, в ней говорится о том положительном герое, который постоянно путешествует, но идет домой и знает, что его ждет семья, и самое теплое отношение это там в семье. Я могу сказать, что эта песня записана Сергеем Харевичем совместно с замечательной фольклорной певицей Жанной Пивоваровой. Музыку написал сам Сергей, а слова Дмитрия Ромоловича Дощинского, вашего покурного слуги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Вместе с композитором Еленой Храбровой И песню эту не так давно записала Великолепная певица Галина Сокольник Солистка Белорусской государственной флормонии Самым продюсером этой песни Выступил Сергей Толкунов И называется она «Женщина с улыбкой светлой» Лично я посвящаю эту песню Своей первой учительнице Елене Евгеньевне Федотовой И несомненно всем учителям Которые нас сегодня слушают И моим тоже Я их очень люблю и помню Звенит луч солнца В каждом классе Струною золотой А в наших душах Снова радость Чудесный непокой Нам приоткроет Неизвестность Моинственную дверь Ведь женщина с улыбкой светлой Подарит этот день Восхищаясь этой красотой Восхищаясь этой добротой Чтоб сбывались все ее мечты Я дарю сегодня ей цветы Рукой уверенной и легкой Вручаем навсегда Родные пламенные строки Цветные города Покорных чисел Покорных чисел Аксиомы Восхищаясь этой красотой Восхищаясь этой добротой Чтоб сбывались все ее мечты Я дарю сегодня ей цветы Ошибки юности Прощает Умея быть сильней Мы все так часто Обижаем Своих учителей Входить в душевную обиде Трудна ее судьба Прекрасна женщина Учитель В любые времена Восхищаясь этой красотой Восхищаясь этой добротой Чтоб сбывались все ее мечты Я дарю сегодня ей цветы Восхищаясь этой красотой Восхищаясь этой добротой Чтоб сбывались все ее мечты Я дарю сегодня ей цветы Я дарю сегодня ей цветы Я дарю сегодня ей цветы Как и разрешите сегодня в предновогодний Такой вот момент праздничный Сказать огромное спасибо Вашему каналу За позитивное Такое увлеченное отношение К той работе Которую вы предлагаете нам Спасибо, Сергей Но новогоднюю песню мы просим Замятая в окох, замятая Хмар низкой мчать утеши Тихо шепча, зовея, спевая И так светло земли и души Белый смех я то сыпле, то стихне И стержинку твою взлететь Я ж бегу меж танцующих вихров Для того, как убачить тебя Я бегу меж танцующих вихров Для того, как убачить тебя Замятая в окох, замятая Сквер и мурицу, теплый твой дом Где себе от меня нет и сховаешь Где шагаешь меня за окном В недюхмарах сховались озоры Древые мошки стоят в узурбе Я ж бегу про заснеженный город Для того, как убачить тебя Я бегу про заснеженный город Для того, как убачить тебя Я бегу про заснеженный город Для того, как убачить тебя Я бегу про заснеженный город Я бегу про заснеженный город Для того, как убачить тебя Замятая в окох, замятая Светло так на земле и в души И зовее ласково спевая И я ей только чудно тиши Сыплю, сыплю снежиночки с неба Кто заведет, пеет, пеет И ничего нам ни воли не треба Для того, как убачить тебя И ничего нам ни воли не треба Для того, как убачить тебя И ничего нам ни воли не треба Для того, как убачить тебя Ты не можешь У гэты перад новогодний час Мне вельми приемно выказать Падяку нашей актылной помощнице Вядомому мостаку Члену Союза мостаков Беларуси Татьяне Малышевой За допомогу у органий И сутречи с мостаками У нашей программе Мы подлечили, было подрихтовано больше 40 программ. Я очень довольна, что мы с вами познакомились в свое время на объединении «Резонанс». И даже милая Нелла Исчастная нас познакомила. Мы как-то подсчитывали, сколько программ было подготовлено с вашей помощью о художниках наших. Я художник декоративного искусства. У меня мастерская в комбинате, там 100 мастерских, огромное количество народу. Каждого, в принципе, я знаю. Поэтому я знакома с теми талантами, которые были скромными. И до сих пор не раскрытыми. Так что вот это около 40 человек. Живописцы, графики, скульптора, прикладники. Очень приятно, что наш творческий секретарь Союза художников Хоботов Леонид Васильевич пришел и дал 45-минутное интервью. На студии рассказал об итогах нашего Союза художников, рассказал о будущем. Вспоминаю беседу с Олесем Сушей, скажем, с Семеном Дамарадом, с Пантюк Жуковским. Чрезвычайно интересно, да. Вспомним сегодня ушедшего от нас... Алексей Зинчук. Сколько было передач сделано в его мастерской, и сколько он нам рассказал о своем военном... О своей жизни, да, о военном прошлом. Потому что во время войны ему было 5 лет, он остался круглым сиротой. Вот представляете, вот надо было пройти все ужасы войны, чтобы потом состояться, стать художником. Хочется у вас спросить, каким он был для вас год 2015-й. Ну, как всегда, художники очень сильно потрудились, сделали ряд очень интереснейших выставок. Я вспоминаю прекрасную выставку «Полонез». Ну, поскольку вот через два года у меня будет большой юбилей, конечно, я очень сильно готовлюсь. Уже сейчас заранее ставлю себе какие-то определенные цели, определенные музеи, в которых я, наверное, буду выставляться. Так что планов очень много. Ну, я знаю, что вы занимаетесь графикой, у вас очень интересные работы. Вот немножко об этом расскажите. Графикой я занималась, когда я вернулась из завода, мне было 37 лет. Представляете, то есть я была художник завода, я привыкла к этой психологии, когда о тебе думают, когда о тебе заботятся. И вдруг я попала в среду, в такую тяжелую обстановку, которая должна себе заново завоевывать имя. Ну, вот я пошла работать в журналы, работала в журнале «Олеся», в «Наставницкой», в «Природе», в общем, везде, где только можно было рисовать, чтобы набить руку, чтобы как бы восстановить форму. И параллельно стала заниматься графикой. Вначале это был музей природы, в котором я делала регулярные выставки. Мы ездили по всевозможным белорусским краеведческим музеям и сделали выставки, посвященные родному краю. И, в общем, я вспоминаю об этом время, это 10-15 лет с большим удовольствием. И с тех пор я регулярно участвую на выставке библиотеки нашей, посвященной цветам регулярно каждый год, 8 марта, и «Арткрок». Вот это прекрасные выставки, которые разработал и придумал Фёдор Ястреб. Ну, вот он ушёл, так сказать, из жизни, к сожалению. До Нового года надо не забывать, остаётся несколько часов. И, конечно, мы все за эти часы думаем о том, что же всё-таки будет, что бы мы хотели, чтобы сбылось. Может, что-то не сбылось в этом году, может быть, сбудется в следующем. Я вот мечтаю выставиться в Музее Великой Отечественной войны, потом хотела бы ещё и в Дворце искусств уже выставиться. То есть сейчас время собирать камни. И в следующем году, так сказать, я желаю счастья вам, поскольку я очень много читаю. Муж мой был известный книголюб и собиратель. Вот, и мой любимый автор – это фантасты братья Стругацкие. Так вот, помните произведение «Сталкер», там, где человек, измученный жизнью, несчастный, так сказать, шедший по головам, там, к каким-то богатству, к деньгам. Вот он приходит к этому солнцу, который выполняет все желания, говорит, счастье для всех за даром, и чтобы никто не ушёл с пустыми руками. Так что, с Новым годом! Новый год – это ещё одна станция, на которую судьба меняет лошадей. А поэтесса Татьяна Щитова запрашает у всех нас у Новым годе у свой социокультурный проект «Резонанс». Саправда, я представляю «Резонанс» нас четверо ведущих зараз. И хочу, конечно, свернуться до вас. Как вы приходили на «Резонанс», який собирается... В наступном годе, правда, мы уже говорим про то, что... В наступном годе, да, який уже вельми худко придет до нас. Який собирается, что месяц, кожаную другую пятницу, у библиотеца имя Пушкина. Як пройшоу для вас, для вашей творчеству Полкину, для вас особистая год 2015-й? Ведать, веме удало, я он пройшоу. Нажаль, некоторые люди пайшли життя. Легарданец, напрыклад, солисты Великого театра, оперы и балета. Ну, життё есть життё. Больш мы повинны цанить кожную хвилину гэтага життя, радоваться ему. Восьме, напрыклад, кожный год я сабе загадываю, как у новогоднюю ночь у меня отбылась я сострыжать с Дедом Морозом. И вось апошний году пять, у новогоднюю ночь я боязково з ним состракаюся, кидаюсь ему обдымки. И гэта такая добрая прикмета? Добрая прикмета, яка меня не патрымлива весь год. А які ваши пажаданні сбыліся? Ой, ведать, што, ну шмат, сбылось, сбылось усе. Тому, што я па аддукации плановік. Тому я планую сваю життё. І збыліся мае падарожжі розныя. Я была ў гэтам гуде в Чарногоры, была на Кубе, я гэта плановала так сама. У Рассью зарабіла падарожжі, вельмі затыкаялся гэтай родны для мене країны, таму што я русская па паходжу, не са Смаленске. Она раділася ў Смаленску, і весь мой род ён Смаленске. І я ше вельмі працэмі не рады, таму што я працю экскурсаводам. Кожный год я ўдзільнічу так званым фэсте экскурсаводав, і в 2015 гудзе па Мінску ладзілася амаль сту экскурсі. Я так сама распрацавала свай маршруцяк такі, узда ўш па Питерска, узда ўш па Ленинградска, і для мене гэта цікава, і кожный год я ўмкнуся мінавіта распрацаваўт новая маршрута для сябе, таму што гэта цікава вельмі. Ну, шма двімі цікавых людзей сустаряласі в маім жатце. Ну, і нова вершы написаліся, так сама вельмі калісна, на жаль, чо мысць ў гэтым годзе мені не на губе а русскамолнага вершы не написалася, але ёшчы час, я ішчы могу паспіць. За пяць хвілін можна шмат шагу зарабіць, якнэцца. Да, 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 вершы дарэчы, ўдалай вершы, яны мінавіта за пяць хвіліны пішыць. Ну, давайте пачытаем, Татьяна. Ну, вот хачу, а значы, што мені цуд, цаправны цудна расту. Я чытала кнішку, гэта бла ў святкі. І бачу, паузе божія каруўка, сяру зімы. Азразу мене склаўся такі віршы, он так і называець ў святкі. Аня, лахоўнік мой, не пакідай, якнэба не пакіня аблачынку. Даруй мне маў дрынны ўчынкі, утішыні са мною, размауляй. Даруй пашкоджанэ левая крыло. Я крыўду ў сябі ўпыстіла много, вядзі мяне даругу і да Бога. Яких бы пирашкодал не было. Зімовы дзень, а ле не гасни зорка, святла, тяпла, надзея, ширы веры. І цуд зямны, слятая на паперу, і правіць верш мой, божія каруўка. Ну, а новогодніе, ті написалася каліза шмат гадоў. Вот-вот пробьё часы двенадцать, Ещё один окончен год, не станем грусти предаваться, как дети. Станем в хоровод, уловим нежности движения в горячей дружеской руке. Утопим будніе напряжение в шампанском или в коньяке. Потом доверчиво і смело окинем взглядом белый свет. Увидим жизнь арбузом с пилом на сахарном изломе лето. Как сок течёт, как сладок вкус, как быстро он съедается. До горки съеден год арбуз. Жизнь дальше продолжается. Слились две стрелки в упоенье, чуть дрогнули для поворота. Двенадцать. Лишь витка движения. Итог и точка для отчёта. У меня не только одно пожадание. Для собеса беста и для всех людей. Я новими короткая. С Богом! Ось с такими чудовными пожаданиями мы выступаем у Новый год. И будем ждать новых встреч с нашими добрыми старыми и новыми сябрами. С вами была Евгения Арцюшкевич. Субтитры создавал DimaTorzok Сустречи у Антракте Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача в Антракте и я, её ведущая, Наталья Барановская. О том, что нас ждёт 2015-2016 театральный Новый год, нам расскажет режиссёр-постановщик Русского детского театра Владимир Никифорович Рулёв. Добрый день! Здравствуйте, Владимир Никифорович! Я очень рада вас видеть, потому что я знаю, что сейчас, вот так сказать, в преддверии ёлочной поры всегда очень сложно найти время между репетициями, чтобы прийти. Но тем не менее, вы здесь, и я вам очень рада и благодарна. Ой, я польщён, спасибо большое. Ну, значит, мы сейчас вот готовимся к Новому году, и мы выпускаем две постановки. Так. Один спектакль для самых маленьких. В городе практически нет, никто не делает спектакль для, ну, совсем малышей, от годика, от годика до пяти. Вот, пожалуй, да, такого возраста. Называется он «Приключения у новогодней ёлки». Мы сейчас переехали совершенно в очаровательное помещение, великолепное помещение, которое находится по улице Берсона 1А. Чтобы ориентир был, люди точнее знали, вот есть площадь независимости, на площади независимости есть костёл. Красный костёл. Да, 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 красный костёл. И там прямо за костёлом вот это такое очень большое здание, а внизу там есть помещение, где мы играем в свои спектакли, актовый зал. Он оборудован, великолепно, тепло, замечательно и очень интересный спектакль. Наш театр отличается, и это не просто, я говорю так, вот, знаете, как все говорят, «От, у нас лучше всех». Нет. Наш театр отличается тем, что, пожалуй, я остался один из тех последних людей, которых любят играть в детские сказки, которые любят ставить детские сказки. Я всегда, когда прихожу в какие-то компании, и когда там есть маленькие дети, я бросаю взрослых и играю с детьми. Это для того, потому что я... У меня когда-то в жизни пришла в голову интересная мысль. Всё, что мы заложим в этом детстве маленьком, оно будет потом. И вот наш театр работает своеобразно, потому что мы, как бы, являемся актёром этого театра, являются как бы, а я как режиссёр, проповедниками добра, проповедниками уважения, проповедниками честно. Там у нас мышонок говорит в спектакле, «Мама, а правда, что воровать – это плохо и нечестно?» Она говорит, «Конечно!» Мы преподаем эти уроки. Значит, я сказал уже, как называется спектакль, приключения у новогодней ёлки. Там заняты, я считаю, лучшие артисты в городе Минске, то есть лучшие в том смысле, что они умеют работать с детской аудиторией. Это и Люся Осмоловская. Потом там работает Александр Унукович, работает Ульяна, работает совершенно очаровательная актриса Рейса Павловна Циркун и маленькая новенькая девочка, которая у нас играет роль мышонка. У неё удивительная фамилия, зовут её Илона, а фамилия совершенно новогодняя – Мороз. Да, это очень актуально. Актуальная такая фамилия. А уже постарше для детей мы уже вторая попытка и довольно оригинальная. Мы ставим в Доме офицеров музыкальный спектакль. Это не в чистую мюзикл – Морозка. Первый спектакль «Легенда Снегурочка», который был два года назад, он прошёл просто великолепно, потому что чудесная музыка, чудесные исполнители, чудесные актёры, тоже кто умеет играть для детей, общаться с детьми. Ну и самый, я считаю, профессиональный, более профессионального Деда Мороза, чем в нашем театре, по-моему, в Республике Беларусь нет. Заслуженный Дед Мороз Республики Беларусь. Беларусь. Андрей Ковальчук – потрясающий актёр, потрясающий человек, потрясающий отец, и это всё видно, это всё убедительно, это всё здорово, точнее я не могу сказать. Потом дальше, когда пройдут все эти новогодние праздники, мы будем очень сильно восстанавливать какие-то спектакли, которые шли у нас в театре, в Русском детском театре. Значит, это будет «Однажды в лесу». Поставим совершенно новый спектакль по сказкам Пушкина. Это сказка «Золотом петушке». Потом у меня есть идея совершенно удивительно поставить спектакль «Музыкальный поросёнок». Козлова, да? Да, Козлова. Там поющий поросёнок. Поющий поросёнок. А мы, вот ребята, у нас же свои драматурги, Елена и Никита Благовы, вот, они обрабатывают этот материал, и там совершенно интересная будет идея. То есть, у Дарьи Ивановны родился поросёнок. Ну, все поросят и поросята хрюкают, а этот поросёнок поёт итальянские песни на итальянском языке. Она настолько испугалась, Дарья Ивановна, что решила этого итальянца поджарить. И вот вся интрига вокруг того, как этот поросёнок убегает от Дарьи Ивановны, ему помогает заяц, ему в конечном итоге стал помогать волк, когда он услышал, как он здорово поёт итальянские песни «Вернись в Сорренту». Он тогда тоже стал помогать. И кончается совершенно потрясающим. Дарья Ивановна тоже начинает увлекаться оперным искусством. Это очень интересная история. Хотелось бы поскорее её увидеть. Вот это, видимо, премьера будет или в конце марта, или в начале апреля. Потом ещё у нас совершенно удивительный спектакль, в котором я уже выступаю не только как режиссёр-постановщик, а актёр. Это клоун Лоретти и его друзья. Это удивительная история, в которой живёт клоун в своём вагончике. Вот. И живёт там мышонок, который грызёт всю его антикварную мебель. Но очень сильно уважает этого клоуна. Вот. И в конечном итоге клоун пытается избавиться от этого мышонка. Он идёт, покупает котёнка, приносит себе домой. И вполне уверен, что уже благодаря тому, что появился котёнок, мышонок просто убежал, испугался. А мышонок подружил с котёнком. И они начинают вместе... Выживать клоуна? Выживать клоуна. Потому что на его кровати начали спать уже вдвоём. То есть немножко напоминает мультик, когда про Барбоса... Барбоса и... Да, да, да. Пригласил домой. А дедушка говорит, где спит? А, там, на коврике. Там, на коврике, да. Вот такие вот вещи. Теперь отличительная черта, и я считаю, что у нас артисты, которые работают в нашем театре, это люди... Ну, это даже работа проповедника, наверное. Проповедника, я уже говорил об этом. Проповедника добра, проповедника знаний. У нас есть спектакли «Школа тётушки пчелы», в котором мы просто... Дети выходят после этого спектакля, уже начинают немножечко считать, кто не считал. Кто считал, считают дальше. Они начинают уже как бы... знают буквы алфавита, потому что актёры великолепно работают. И совершенно потрясающе у нас завершает спектакль «Школа тётушки пчелы» такой 15-минутный мюзикл «Муха-Цокотуха». Совершенно очаровательная музыка Тимура Калиновского. Известного белорусского театрального композитора. Да, композитора, да. Вот. Так что вот такие вот дела. А вот я знаю, что ваш театр отличает, допустим, от ТЮЗа интерактив. То есть дети постоянно включены в действие. Нет вот этой четвёртой стены, которая отделяет артистов от зрителей. Безусловно, да, противопоставление. Потому что, когда ребёнок принимает участие в спектакле, то тогда как бы взаимный контакт возникает. Тогда всё проще. А вы знаете, почему многие театры не умеют этим пользоваться? Потому что надо быть очень искренним человеком на сцене. Ребёнок моментально это чувствует. Он чувствует, когда актёр может работать с залом. Или он боится зрительного зала. Я сам, как актёр, очень много лет работал для детей. И я это всё реально понимаю. Я на всю жизнь запомнил фильм Георгия Данелия «Серёжа». Это для меня было какое-то потрясение, когда там маленький мальчик, Серёжа, совершенно очаровательный фильм, вышел к себе на веранду дома, а там мама пригласила какого-то дядю. А дядя решил с ребёнком поиграть. И взял ему, сделал козу и «Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду». Там великая пауза, конечно, умница Данелия. Ребёнок посмотрел на него и потом говорит «Дядя, ты дурак?» И вот это меня тогда очень сильно как-то вот действительно это же потрясло. То есть этот маленький человечек, он настолько чистый, настолько честный, он всё понимает, он всё улавливает, он воспринимает какие-то вещи. И вот туда можно закладывать как раз в него совершенно все те, как это говорить высоким стилем, нравственные категории. Потому что если после нашего спектакля хотя бы один-два человека задумаются или будут спрашивать какие-то вопросы у родителей, что такое правда, а правда всегда нравственно, это слова Василия Шукшина. Удивительная вещь, я тоже когда-то услышал, и когда ребёнок поймёт, что проще говорить правду, но только надо взрослым уметь эту правду говорить с ребёнком, чтобы он почувствовал искренность в словах и желание помочь. Просто потрясающе жить. Моя доктрина жизненная, если бы мы все в жизни, мне немножко повезло, не немножко, а множко повезло с родителями, у меня совершенно удивительных, правда, уже нет. Папа ушёл в возрасте 94-х лет в прошлом году, да, вот, они с мамой прожили 55 лет, у них были фантастически честные отношения и уважительные друг к другу, и самое главное, им не надо было воспитывать нас, мы это видели со стороны. Поэтому я сейчас пытаюсь моделировать тот образ жизни, который мне преподнесли мои родители, но уже не только своим детям, а уже вместе со своими детьми, это всё преподавать, пропагандировать зрителям. Вот, поэтому чем мы будем интересней, чем мы будем заразительней, чем мы будем честнее, то и легче нам жить будет. И не надо для этого сильно повышать благосостояние, должно быть высокое нравственное благосостояние, а любой человек, он является носителем этого благосостояния. Обратите внимание, я всегда очень удивлялся, когда некоторые говорят, у них такая существует правда, в коридоре одна правда, на лестнице другая, в комнате третья, а ребёнок же это понимает. И когда ребёнок подходит, давай поиграем, лучше честно надо сказать, ну неохота мне сегодня, или, ты знаешь, ну честное слово, что-то ну плохо мне, вот будет хорошо, обязательно поиграем. И надо, чтобы это хорошо было, через какое-то время, не забылось, и вместе тогда, вот, тогда ребёнок будет доверять, тогда будет уважать. И потом я ещё, в общем-то, очень люблю делать детям подарки, уважаю, просто, как вот, когда даришь подарки, мне кажется, что ты сам, ну, грубо говоря, очищаешься, когда что-то даришь. Я очень люблю делать подарки. Мы, когда дети были маленькие, мы с моей супругой всё время готовили с лета, начиная, готовили подарки. И мы дошли до того, что уже, когда они подросли, последний подарок должен быть, когда уже дети вырастали, просто, автомобиль. но это нереально было для нашей семьи, потому что мы работали и работаем в сфере, в театре, да. А в театре работают люди, как меня спрашивают, где вы работаете? Я говорю, в сумасшедшем доме, только там маленькая зарплата. Они говорят, как, и что, в сумасшедшем доме платят? Я говорю, да, иногда и вроде ничего. Вот такие вот дела. Владимир Никитирович, вот я знаю, что спектакль «Школа тётушки пчелы» это, ну, как бы спектакль-сериал, потому что, значит, у нас есть первая часть, это вот, о которой вы говорили, где есть мюзикл «Муха-цокотуха», и вторая часть. Это «Дорожные знаки». Да, вот в игровой форме тоже такое интересное. Да, да, Идёт рассказ о том, как вести себя на дорогах. Ну, правила дорожного движения в форме игры. И вот, я думаю, что мы в новом сезоне. Может ещё, я вот просто к чему? Конечно, безусловно. Да, потому что есть такие мысли, есть и у драматургов, у Елены и Никиты такие мысли, чтобы сделать больше уйти в алфавит, больше уйти в загадки, больше уйти в какие-то вещи. Потому что в форме игры можно очень многому научить. Мне немножко повезло в жизни, потому что я или давно живу, или в Латвии, когда вот я учился, там отдельно учились мальчики и девочки. И до четвёртого класса у нас практически все занятия были в форме игры. У нас во втором классе дети умели считать, мы владели алфавитом, мы очень знали планеты. Очень много. Это заслуга тех педагогов, педагогов той старой школы, которые ещё преподавали русский язык и в буржуазной Латвии. Там в чести всё было, люди друг другом дружили, никого, так сказать, не было вот этих каких-то автавистических проявлений, которые порой встречаешь сейчас, и у меня это вызывает смех. Вот. И поэтому даже вот есть такая мысль, чтобы вот это всё превратить в какой-то такой очень, прям, чтобы у нас был абонемент, обучающие спектакли, чтобы в результате этого четвёртая пчела, в которой принимали участие дети, и они уже могли сочинять стихи. Но не так, как «Нежная», как «Галка-палка», но что-то было бы по-другому, немножко поинтереснее. Вот такие вот дела. Но для этого должно быть взаимное уважение, потому что я вот думаю, как найти вот какой-то, какой-то театральный язык, потому что потеряно вот у нас, как-то потеряно уважение к женщине. У нас совершенно потеряно, я могу вам сказать совершенно смело, у нас мужское население, вот в Латвии-то, когда я был молодой, вот должно быть какое-то трепетное уважение. Я до сих пор не могу сесть в автобусе. Я уже, мне уже надо готовиться к полёту в космические дали. Вот. Я не могу сесть. У меня порой так болят ноги. Вот. Я не могу сесть, потому что мы играли всегда в школу, ставили стульчики. И вот ребята отдельно, девчонок учились. И педагог говорит, вот заходит девушка, и первые два ближние встают и предлагают. Не просто истуканами встают, а предлагают. Говорит, знаете, сейчас мне легко рассказывать, когда уже столько лет я прожил, а тогда зажимался кто-то, кто-то краснел, кто-то вдруг плакать начинал, потому что надо было руками показать, куда сесть. Не у всех получилось. У меня получалось. Поэтому я говорю, что должно вернуться вот это уважение. Должно вернуться уважение, потому что я, например, вот был потрясен, когда вот видел какие-то передачи, когда помогают пенсионерам. У меня такие мысли тоже есть. Когда дети, мы все жители земли. И это надо понять просто всем. Дураки, которые не понимают этого. У нас спокойная республика, у нас совершенно потрясающие вещи. А если мы станем честнее, более доверительнее, более уважительнее, так у нас все будет. У нас будет выше все. Нам меньше надо будет тратить на лекарства. Если кому-то тяжело, то этому человеку я помогаю тогда. Я, например, однажды в магазине видел, я уже, видите, от театра увлекаюсь, какие-то вещи, но это все так или иначе проецируется. На спектакли, да. На спектакли и так далее. Я видел, стоит старушка, хотя я сам, в общем-то, почти в ее лиге нахожусь. И она ждет. А я спросил у девчонок, а что она ждет? Эта женщина стоит и ждет у хлебного отдела. Хлеб есть. Знаете, она ждет дешевый хлеб. Вот это меня тогда так как-то потрясло. Я говорю, а что вы хотите? Она говорит, там хлеб на 2000 дешевле. Я говорю, давайте вам куплю. Она растерялась. Говорит, нет, не надо. Я говорю, пойдемте. Я купил ей хлеба, купил колбасы, мне рассказали. Она пенсионерка, дочь инвалиды. Инвалид, они пожилые очень люди. Понятно, как они живут. И как они живут. Вот такие вот дела. Я говорю, а средствами именно детского театра можно многие-многие отношения решать. Мне очень на одном спектакле, когда был клоун Лоретти, у меня ребенок один, и она с Саней была как актер, просто выбила, даже отвернулся, не мог, то есть был потрясен. Когда он закричал, мышь врет! Она говорит неправду! У ребенка был стресс. Да. По весь зал грохнуло, а я развернулся, потому что я был потрясен тоже, и удивлен. Вот так надо. И не надо никакие вещи. Потому что, если мы научимся, вот не надо и книги какие-то там диктовать, дидактически объяснять, и все остальное. Надо неформально, честно подходить к детям. Они будут неформально, честно отвечать этим же. И тогда можно многие вещи решать. Почему возникают всякие вот какие-то аномальные проявления? Почему вот... Потому что папы, папы, где вы? Потому что к нам на спектакле в основном ходят мамы и дети. Дедушки и бабушки. А пап потеря. Наверное, все в Антарктиду уехали, что ли, временно. Папы ходят на работу. Так поняли, папы ходят на работу. Надо всегда, потому что в конечном итоге в жизни, с возрастом, вот этот бумеранг, он обязательно прилетит. То, что ты вложил, добро, добро к тебе прилетит. Вложил совершенно другое, оно же и прилетит. Вот так, потому что я говорю, почему такое вот уважение у меня же сложилось. Потому что у нас в Латвии был культ. Вот это прививали вот эти педагоги. Ну как культ? Уважение. И у нас всегда очень как бы, я когда приехал, для меня немножко в Минске, было немножко удивительно, что как-то так, ну, очень стеснялись мы подойти к девчонке, честно могу сказать. Хотя я когда увидел свою жену, тут уже у меня, конечно, все тормоза упали, я был потрясен, когда увидел. Но ваш брак – это продукт театрально-художественного института, я так полагаю. Института, да, совершенно точно. Театрально-художественного института. Я когда на четвертом курсе вышел и в коридоре увидел свою будущую жену, я был потрясен. Как есть рассказ у Успенского, когда он увидел Венеру Меловскую в Лувре, он говорит, я глянул на нее, и меня выпрямило. Вот меня как-то выпрямило. То есть я у каждого человека, особенно молодого, как у девушки, так и у юноши, есть идеал. Есть свой идеал. И я увидел живой идеал. До бровинки, до внешности абсолютно точно. И характер. Вот он так как струился, характер такой мягкий и все остальное. Потому что у меня характер такой ракеты-носителя. Вот, потому что я завожусь моментально. Сейчас уже немножко, так сказать, болячки притормаживают, но тем не менее они порой летают. Но температура все равно его же не спрячешь. Не спрячешь, да. И я вот тогда, когда увидел свою супругу и был потрясен. Я бросил все занятия, потому что нам оставалось две недели до окончания Театрального художественного института. Я понимал, что или сейчас, или никогда. И я на третий день и предложил замуж. Я пробрался в комнату через знакомых, где девчонки жили художницей. Она художник. Сейчас она художник в нашем театре. Главный художник Театра юного зрителя. Вот. Мы потому что вместе, с ней все время вместе. Я очень люблю работать. Театра тоже 40. Прекрасно. Вот вы идете как раз-таки по стопам своих родителей. Своих родителей, да. Своих родителей. Это прекрасная модель и она достойна уважения. Вот. И Лариса, что еще вот, уже касательно театра, Лариса получила золотую медаль, я же говорил, как лучший сынограф детских, детских, детских сказок. Золотую медаль вручил фонд Иннокентия Смоктуновского. 145 театров было. Это был 2006 год. Притом конкурс был, мы даже не знали. Приехали какие-то люди странные. Они посмотрели спектакли и сказали, вот этот вот. И шифр поставили. Все. Ну и уехали. Мы забыли. Прошло почти полгода. Вдруг нам звонят из Москвы. Идет какой-то вечерний спектакль. И вдруг ваш художник стал лауреатом. Единственный получил золотую медаль. Гран-при. Вот. И вот так вот Лариса стала. Потом она попала в немецкую энциклопедию. Женщина одна пришла на выставку, ее персональную увидела. И сама попросила работы. Так она вошла в немецкую энциклопедию. То есть у нее хватает времени заниматься не только оформлением театров, но еще и что-то писать? Ну, нет. Ну как? Это ее работа. Она видела работы ее. А, как макеты. Макеты, макеты, эскизы, костюмов и так далее. Вот. И поэтому вот так вот получилось. Потому что я всегда потрясаюсь, потому что как художники думают. Потому что как думают режиссеры, актеры, я знаю. Это точно. Как говорил Жванецкий. Вот. Как думают мальчики, он говорил, я знаю. А как думают девочки, не знаю. Так вот я. А как художники. Вот удивительно. Они смотрят на этот мир, а потом сами делают какие-то потрясающие вещи. Потому что я встал на колени перед своей женой, когда она на даче, я сейчас немножко прыгаю, но это все связано, на даче сделала. Она все говорила, давай купим гальку, давай купим гальку, хочу сухой ручей сложить. Ну, гальку, гальку, ко мне этих купила, вот этих несколько мешков мы привезли, но они красивые, можно выложить. Так она, там больше трех тысяч этих, вот, эта черноморская галька, это еще до событий на Украине была, она ставит так на ребро по цвету, и такая вырыта, вот как ложбинка, я там мостик сделал, такой как, очень красивый. Красивая. И она так выложила, издали точно идет вода, и бетонные рыбы плавают. Я увидел, она три дня там стояла, вот, и очень красиво все это делала, и я сказал, да, Лариса, я потрясен. Если бы мне сказали, вот, выбирать на выбор, или ты делаешь такой ручей, или расстрел, я выбрал бы расстрел. Ну да, это подвластно только художнику. То есть, я говорю, да, это вот этот тот странный случай, когда талант реализуется реальностью. Вот это я увидел. Владимир Никитирович, ну вот, я желаю вам, вашей театральной семье. Спасибо. И актерам, которые работают в вашем театре, и тоже каким-то образом входят вот в эту театральную семью, желаю много интересных, ярких проектов, которые были бы всегда, ну, то есть, которые бы всегда находили кратчайшую дорогу к сердцу зрителя, и маленького зрителя, и большого зрителя, потому что это самое главное, век компьютерных технологий, когда люди умеют общаться в сети, и умеют говорить всё, и сразу, и честно, но только будучи на расстоянии, будучи за стеклом. Театр сейчас, это, наверное, одно из немногих, что способно вернуть людям вот эту вот веру в человека, и живое общение, и принести как бы людям вот такое вот простое человеческое счастье. Ну, спасибо большое, чтобы театр, как помните, у «Машины времени» поётся, театр заставлял, чтобы душа трудилась. Да, это ведь правда, это самое главное, потому что тело мы можем тренировать в фитнес-клубах, а где же мы будем тренировать душу? Совершенно согласен. Которая точно так же нуждается в тренировке. А будет у нас потрясающий душевный потенциал, у нас у всех будет успех, добро, счастье и, безусловно, физическое здоровье. Вот напоследок у нас уже совсем буквально пару минуточек осталось. Напомните, пожалуйста, где мы смотрим новогодние спектакли Русского детского театра и как они называются. И, конечно же, приглашайте зрителей. Да, да. Посмотреть, когда они идут. Они идут в конце декабря. Посмотрите на нашем сайте. Русский детский театр. Значит, для самых маленьких спектаклей идут приключения у новогодней ёлки. Идёт по адресу улица Берсона, 1А. Там национальный центр. Дальше я расшифровку не буду говорить, но это понятно, это сразу же за этим. А в Доме офицеров идёт музыкальная сказка, удивительный сюжет, оригинальный сюжет сказки Морозко. Тоже приблизительно в эти же числа. Приходите, смотрите, восхищайтесь, улыбайтесь и будьте счастливы. Прекрасно. Владимир Никифорович, вот на этой радостной ноте я вас отпускаю с нашего сегодняшнего эфира и беру с вас слово, что как только наметится какая-нибудь премьера, вы придёте сюда к нам снова и сможете также здорово и душевно обо всём рассказать. Ну, спасибо большое. А мы будем прощаться. Уважаемые радиослушатели, я Наталья Барановская, ведущая передачи «Вантракте», и мой замечательный гость, актёр и режиссёр Русского детского театра Владимир Никифорович Рулёв. Прощаемся с вами и говорим вам до новых встреч в «Вантракте». Пока-пока! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.